Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Наверное, я буду делать, возможно, или через день, или каждый день один обзор, потому что на каждый видеоролик мне, ребят, честно не хочется делать обзоры и даже смотреть эту дребедень не хочется, потому что у них даже и сценария нормального нет. Значит, опять целый день дребедень. Почесали они на прогулку, да, да попали на какую-то ярмарку или что там, короче, у них происходило. Нинка только ходила и снимала, и у каждого продавца что-то спрашивала, ей показывали. Вот, знаете, ходила этой камерой, тыкала, что-то узнавала. И эти продавцы в такой надежде, что она что-то купит, раз она с камерой такой довольно недешевой ходит, да, думают, ну, сейчас эта дамочка что-то купит. А эта дамочка только что-то лапала, смотрела, угу, угу, говорила. Ой, красота, красота, как красиво. И ни у кого ничего не купила. И отправилась наша парочка, как всегда, в КФС. И там-то, и там-то Вовчик признался, что положил он глаз на некую Марину. И главное, интересно, что Нинка-то назвала видеоролик, что якобы её Вовчик приревновал. Настолько глупо. Но она, правда, решила просто видеоролик как-то так вот переиграть, что якобы он приревновал. По сути, ребят, сколько было ревности в глазах Нины, и сколько радости в глазах Вовчика, что он там рассказал про какую-то Марину, у которой есть свой байк, да ещё и дорогущий. Нинка, бедная, там рвала и метала. Видно было, насколько она злится. А Вовчик при этом такой счастливенький был. Видно было, что Маришка ему понравилась. А ещё и Дукатти, или как он там называется, тоже понравился. И, короче, всю дорогу она его пилила. Пилила и пилила. А потом ещё выяснилось, что Вовчик за неё там чё-то ещё и платил, представляете? Но он тут же говорит, ой, она мне потом скинула на Сбер. Нинка, если бы в тот момент, видимо, эта Маринка попалась ей, да, на пути, она бы её, наверное, порвала. Ужас. Нина, ну, твой Вовчик точняк никому не нужен. Та Марина его и с приданным бы и не взяла, да. И главное, что Вовчик сам себя опозорил. Рассказывал про эту Марину, что она говорит, как ты, только хуже, чем ты. То бишь, Вовка сам себя выставил на посмешище, что он вообще такой никчемный, такой глупый, такой неспособный. Ну, ладно, женщины, да, и байки, то это дело такое не совсем совместимое. И единицы девчонок есть, которые, да, вот хотят научиться и ездят, и у них получается. Но мужик – это уже позор, на которого так ещё и говорят. Да причём он сам это рассказывает о себе, что как ты, но и ещё хуже. То бишь, Вовчик, хуже, походу, тебя могут быть только женщины. И то, у которых нет времени и возможности приезжать тренироваться. Но Нинок рвала и метала, да, говорит, для кого цветочка растила и воспитывала. Да, Нинка, Вовчик, для тебя самый настоящий цветочек. Угу, одеваешь его, кормишь его от пуза. Не, чё от пуза, ты себя-то не обделишь никогда. Паричи сон ему постоянно обновляешь, да, постоянно подкрашиваешь, как бабу. Ну, взаимность ты редко видишь. Мы видим всё, да, ты сама говоришь, что ты показываешь свою жизнь, пускаешь в свою жизнь. И мы прекрасно видим, как Вовчик от тебя шарахается, как от тока, как от огня, как он брезгует тебя и есть после тебя. Это, Нина, очень заметно. Но ты всё пытаешься, пытаешься сделать его своей прям собственностью. Никому не отдам, на работу не пущу, за руку ухвачу и буду везде тащить за собой. Нет, Нинок, он может сбежать в любой момент. Так что ты сейчас смотри в оба. И если пойдёт учиться на права другой категории, то бишь на машину, ходи на каждое занятие вместе с ним. А то, глядишь, кто-нибудь там и уведёт какая-нибудь дамочка с крутой точилой, да, быстренько Вовчика увезёт на своей красивой и классной машинке. Дальше припёрлись домой. У них мукбанг, да, тазики с едой, ёжики, картошечка, миски с салатом и фрукты. Да, Вовчик как быстро, быстренько, как всегда, всё приходовал. И пришлось даже доесть за Нинкой салат. Нинка нам втирала, что она постирала уже лифчики. Но она же, помните, говорила, что, ой, когда на неё начали наезжать, что как-то она вся такая грязная и немытая мерила нижнее бельё, да, и что после неё кто-то тоже будет мерить, то она, видите, говорит, всё постирала. Там у неё есть такой мешочек, якобы, в который можно там и носки, да, складывать, и лифчики. И всё это дело стирать, потому что лифчик запутается. И, значит, говорит, положила постирать. Да, сейчас выстирала, всё это надо дело, значит, повесить. Нин, а что не показала нам, как ты там всё выстирала, как ты там всё это повесила? Ну, я надеюсь, в следующем влоге всё нам покажешь. Какая ты у нас аккуратная, какая ты у нас хозяюшка, какая ты у нас чистоплотная. Каждый раз, ребят, когда просматриваю мукбанг, частично или с перемоткой, постоянно наблюдаю за Вованом, как он ест. Ребят, это точно у него нарушение пищевого поведения. Вот конкретненько так, потому что, посмотрите, что каждый раз, когда он ест, он съедает гарнир, а уже потом, напоследок, оставляет мясное. Что бы там ни было, курица, там котлета, в данном случае этот ёжик. И я не понимаю, это у него с голодухи так или как, или его в детстве не докормили мясным вкусным, что он вот, получается, съедает сначала самое невкусное, а напоследок оставляет уже вкуснятину. И причём это практически постоянно, ребят. Нинка, я хочу тебе дать дельный совет. Слушай, ты, когда делаешь салат, делай отдельно. Себе можешь нарезать. Ну, у тебя передние зубы там работают хорошо, ты пережёвываешь нормально. А Вовчику просто натирай на мелкой тёрочке. Без разницы, как это будет выглядеть, Ну, пожалей ты желудок своего ребёнка, а. Ну, в конце-то концов. Ты ж его так любишь, ты ж его так лелеешь, лепишь из него конфетку, да. Ну, посмотри, где это видно, чтобы мужик, да, глотал целиковые огурцы. Ну, пожалей, в конце концов, его. На мелкой тёрочке, на мелкой всё потёрло и нормально. И тогда и волноваться за него не нужно будет. А то орёшь, только таблетки прими, таблетки прими. Ты корми его правильно. Видишь, человек не умеет жевать. Руки трясутся, весь дрожит. Быстрее бы всё сожрать. Так помоги ему. Помоги ему побыстрее, чтобы переварилась вся эта целиковая пища. Просто ему на тёрочке. И можно даже мясо на мясорубочке. И будет всё в ажуре. Сидит, рассуждает, да, что ей якобы так хорошо с Вовкой. Он её и поддержит, да. И подстрахует, да, подстрахует. А вот подружки, подружки это не то. Нинка, что ты рассуждаешь о подружках? Где они у тебя? У тебя что, есть подружки? Они тебе, по сути, не нужны. И ты не нужна никому. Поэтому ты сидишь и вот растягиваешь эту резину. Пытаешься доказать, да, что подружек не бывает. И, по сути, главная подружка – это твоя Вовушка. Ну, то, что Вовушка у тебя действительно как подружка, а не как поддержка, и не как опора, и не как мужчина, то, конечно же, здесь я с тобой точно соглашусь. Ну, а хороших подружек тебе не встретить, потому что ты сама нехорошая подружка. Поэтому у тебя и подруг нет. Чтобы были настоящие подруги, надо самой такой быть. Тогда и ты поймёшь, дорогуша, что такое ценные друзья, что такое ценные подруги. Когда в любое время дня и ночи ты можешь позвонить, и тебе никогда не откажут. И точно так же поступаешь сам. Ну, а ты на это не способна. Поэтому ты одна со своим Вовчиком, как с подружкой. Да, именно как с подружкой, не более. Ой, короче, и вообще слушать её бред, её эти якобы умные рассуждения, по сути, полную чепуху невозможно, ребят. Из ролика в ролик всё скучнее и скучнее. И каждый день новая чушь, и причём слямзит где-то эту чушь и повторяет. Ну, никакого личного сценария у Нинки не имеется. В общем, ребят, напишите, что думаете. Вы по этому поводу оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Я сразу хочу напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это вполне нормально. Я жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok